В эти рождественские служения, когда церковь собирается, чтобы прославить Господа, чтобы слышать Слово о рождении Христа, чаще всего мы слышим эту повесть со страниц Нового Завета. Братья-проповедники больше внимания уделяют страницам Нового Завета, повествованиям евангелистов, которые повествуют очень широко, очень красиво, очень правильно о рождении Иисуса Христа. Да, но будем помнить, что весь рождение Иисуса Христа начало звучать к человечеству еще задолго до того времени, когда евангелисты Нового Завета записали эту удивительную историю. Будем помнить, что пророчества о приходе Мессии, о Его рождении, о Его жизни, Его смерти, Его Царстве, они как бы рассеяны во всех книгах Ветхого Завета, начиная с книги Бытие и заканчивая книгой Малахии, пророка Малахии и пророка Захарии. Один из выдающихся пророков Ветхого Завета, который подробно описал рождение Иисуса Христа, Его смерть, был пророк Исаия. За его многочисленные подробные описания его достойли название евангелистом, ветхозаветним евангелистом. Исаия пророчествовал в пределах Иерусалима, в период правления царей, иудейских царей Озии, Ахаза, Езекии, Манасии. Жизнь пророка Исаия была удивительна. В период, когда он проповедовал, было это особое время. В 722 году до Рождества Христова, когда сирийские цари, сирийское войство вторглось в Израиль, и были уведены в плен очень много людей, очень много людей были убиты, пленены. Жизнь и смерть его, она была, можно сказать, трагическая. История повествует о том, что пророк Исаия умер мученической смертью при царе Манасии. О чем же писал, о чем же говорил этот великий пророк Исаия о рождении Иисуса Христа? Я бы хотел вместе с вами сегодня обратиться к книге пророка Исаия, 9 глава. Прочитаем первых 7 стихов. Книга пророка Исаия, 9 глава, 7 стихов. Прежнее время умолило землю Завлонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь за иорданскую страну Галилею Языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться при тобою, как веселяться во время жатвы, как радуется при разделе добычи. Ибо ярмо тяготившие его, и жест поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувоина во время брани и одежды, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын да нам, владычество на раменах его. И нарекут имя ему, чудный, советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Братья и сестры, в этих семи стихах, которые мы с вами прочитали, мы находим четыре обетования. Четыре обетования, четыре обещания Бога, которые раскрывают рождественскую весть, раскрывают суть Евангелия, раскрывают суть прихода Иисуса Христа и результат прихода Иисуса Христа на эту землю. Первое обетование говорит о свете, не просто о свете, о великом свете, которое рассеет тьму в сердцах людей. Второе обетование говорит о всеобщей радости, великой радости, которую люди будут испытывать. Третье обетование говорит о великом избавлении и свободе, которое получат люди. И четвертое обетование говорит о вечном владычестве. Давайте мы хотя бы кратко посмотрим на все четыре обетования, о которых говорит пророк Исаия. Прежде чем говорить о свете, он говорит о состоянии земли, о состоянии людей, в которые находились в то время. И он упоминает два колена, которые были на севере Израильского царства. И он говорит, что время, прошедшее, прошлое время, начинает этот первый стих, прежнее время умолило. Умолило, значит, унизило землю Завлонову и землю Нефалимова. Возникает вопрос, что произошло, какие причины, какие обстоятельства, что произошло на той земле о том, что пророк Исаия говорит, что прошедшее время умолило, то есть унизило эти земли. Братья и сестры, когда мы смотрим на историю израильского народа, на те обетования, на те повеления Господа, когда Он говорил о земле, которую Он даст. И вот мы находим в Ветхом Завете, в одних из пяти книг Моисея, одно повеление, где Бог предупреждал, что касается земли, не оскверняйте землю, на которой вы будете жить. Не оскверняйте землю, на которой вы будете жить. Почему? Потому что народ израильский жил и находился в окружении языческих народов, которые поклонялись идолам, которые находились в этой духовной тьме, и это была опасность. Я бы хотел, с вашего позволения, немножко обратить внимание сегодня на книгу пророка Иеремии, который описывает подробно состояние людей, чем они осквернили эту землю, и почему эти два колена, которые ближе всего были к границе, на севере, которые ближе всего были подвержены нашествию ассирийского войска, были унижены. Давайте мы откроем книгу пророка Иеремии, у кого есть 2 глава, и прочитаем 7 стих. Бог говорит так, 7 стих 2 главы книги Иеремии. «И я вел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью». Возникает вопрос, каким образом народ израильский осквернял эту землю. Плохо обрабатывали, не ухаживали, еще другие причины нет. Нет? Смотрите, 11 стих, если можно, братья, откройте. Иеремия говорит, применил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги. А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Вот в чем причина, братья и сестры. Сердце народа повернулось к ложным богам, которые не боги. И 13 стих, «Ибо два зла сделал народ мой, меня источника воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Вот в чем осквернение, братья и сестры. Два зла – источник воды, который дает благословение, жизнь, защиту. Он оставляет народ и высекает себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. 23 стих, «Как можешь ты сказать, я не осквернил себя и не ходил во след вала? Посмотри на поведение твое в долине, посмотри на поведение твое в долине, познай, что делала ты резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим». Вот такой разговор, вот такой идет беседа, вот такой упрек этому народу. 27 стих, «Говоря дереву, ты мой отец и камню, ты родил меня, ибо они обратили ко мне спину, а не лицо, и во время бедствия своего Будд говорит, стань и спаси нас». Братья и сестры, народ, который знал живого Бога, обращается к идолам, начинает поклоняться. И поэтому 16 глава пророка Еремия, 18 стих, Бог говорит, «И воздам им прежде всего за неправду их и за сугубый грех их, потому что осквернили землю мою трупами гнусными своими и мерзостями своими наполнили наследие мое». Братья и сестры, прежнее время, которое было у народа израильского, умолило, унизило эти земли, почему-то упоминается два колена, потому что, как я сказал, чаще других были подвержены нашествию ассирийского войска. Были уведены в плен юноши, девицы, были многие убиты. История говорит, в 722 году было нашествие особое, которое разрушило эту землю, многие были уведены в плен, но некоторые астерийцы остались жить на этой земле, и все сроднились с местными людьми, с евреями и умолило, и унизило. Интересно, что это было не только в глазах ассирийцев умоление, но даже в глазах евреев во время Христа. Помните, может ли быть, что доброе из Назарета прийти? И перешло прямо в Новый Завет, это сохранило в сердцах людей. Братья и сестры, я думаю, что в широком смысле этого слова мы можем говорить о всей земле, потому что в Едемском саду то, что произошла, трагедия. В Едемском саду пришло грехопадение, и люди стали поклоняться ложным богам. Люди погрязли в грехе, люди погрязли во тьме. И состояние людей, пророк говорит, не только землю, он говорит о состоянии людей, народ, ходящий во тьме, живущий в стране тени смертной. Восьмая глава, предыдущая глава, последний стих. Обратите внимание, как пророк описывает состояние людей. И будут они бродить по земле, 21 стих, жестоко угнетенные и голодные. И 22 стих. И взглянут вверх, и посмотрят на землю. И вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Это состояние людей того времени, братья и сестры, пророк говорит. Позвольте во свете этих слов задать нам вопрос в конце уходящего года. Дорогие братья и сестры, прежнее время, прежний год не умолил ли мою землю? Не в физическом смысле, территорию моего сердца, моей души. Потому что борьба и война идет уже не за все землю, а за сердца, за души людей, за мышление, за разум человека. Не пленил ли сатана, враг, территорию моей земли, что принадлежит по праву Богу? Но благодарение Богу, что пророк не заканчивает на такой печальной ноте. Я думаю, что сердце пророка радовалось, когда его рука, возможно, если это он писал, или кто-то, может быть, писал, но вдохновленный Духом Божиим писал. Обратите внимание, как заканчивается 22 стих 8 главы, последняя полустиша, самая последняя часть. Обратите внимание, как звучит это слово. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Дух Святой вложил эту надежду, эту радость уже, это вдохновение. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Что же произойдет? И пророк говорит, что народ, ходящий во тьме, увидит свет. Нет, ни какой-то светильничек, ни маленький, но свет великий, заметьте, не услышит, не ему расскажут. Он сам увидит, из какой поразительной точностью сбылось это пророчество спустя 700 лет после того, когда пророк Исаия написал. Нужно отметить, братья и сестры, что когда мы говорим о рождении Иисуса Христа, когда мы читаем эти истории, связанные с рождением Иисуса Христа, мы видим, что Бог особым образом посылал на землю свет. Помните, волхвы пришли и говорят, где родившийся царь, потому что мы видели звезду на востоке. Это не была маленькая привычная для нас звезда, это была великая звезда, и для них было особое свидетельство. Мы слышали уже в нашем собрании о том, что первое служение на полях вифлеемских, как оно происходило, явилось многочисленное воинство небесное, не сто человек, не двести, не тысячи. Я думаю, что это было десятки тысяч небожителей, которые осветили эту землю и пели этот чудный гимн, братья и сестры. Но не об этом явлении, настолько оно прекрасно и величественно звучит, и мы читаем, говорит пророк. Народ, ходящий во тьме, увидит свет, свет и великий. Что же это был за свет? Я бы хотел, чтобы мы сегодня обратились к евангелисту, евангелисту Матфею. Сегодня мы уже читали его, только мы сегодня прочитаем четвертую главу Евангелия от Матфея, пророческое слово, у кого есть Библии, Евангелие от Матфея, 4 глава, 13 стиха будем читать. И оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завлоновых и Нефалимовых, да сбудется, реченое через пророка Исаию, который говорит, земля Завлоново и земля Нефалимова, на пути Приморском, за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящий в стране тени смертной, воссиял свет. Братья и сестры, Иисус Христос, который является светом, почему Он поселился там? Поселился там, где была тьма. Народ уже не ходил, а сидел в этой тьме, подчеркивает евангелист. Сердца, разум, мышления были пленены этим светом. И Христос приходит, поселился, и возникает вопрос, каким образом этот свет проявлялся. Обратите внимание на следующий стих 17. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Не правда ли замечательное проявление света? Свет пришел на эту землю, поселяется в тени смертной, в темноте, и каким образом начинает оказывать влияние на сердца людей? Проповедью. Христос начал проповедовать, братья и сестры, проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Вот где истинный свет, который может разогнать тьму. Когда люди обращаются к Евангелию, когда люди откликаются на проповедь Евангелия, когда люди проявляют свое смирение, каются пред Богом, оставляют грехи свои, и Царство Божие наполняет их сердце. Что приходит в жизнь человека? Свет приходит в их жизнь. Обратите внимание, настолько свет, проявление света, он распространялся. Этот же Евангелист чуть дальше говорит 23 стиха. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». 24 стих. «И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями, припадками, бесноватых, лунатиков, расслабленных, и он исцелял их, исследовало за ним много народа, множество народа из Галилеи, Гесятиградии, Иерусалима, Иудеи и Эзердана». Братья и сестры, можете представить эту картину? Все люди, которые находились в тьме, мы перечисляли группы вот этих людей, одержимых, бесноватых, лунатиков, плененных этим страшными пороками. И свет пришел в сердца этих людей. С удивительное свойство света. Иоанн говорит, 1 глава, 5 стих. «Свет во тьме светит, и тьма не может объять его». Иоанн говорит, 9 стих, 1 главы. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Свет жил среди людей. Люди слышали Его Слово. Люди видели жизнь Иисуса Христа. Люди видели удивительную жизнь, Его служение, Его освобождение. Иисус, 8 глава Иоанна, 12 стих, обращается и говорит, «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет, кто последует свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Братья и сестры, вот так практически пророчество Исаии о том, что свет великий сойдет на людей, исполнилась при рождении, жизни и служении Господа Иисуса Христа. Это первое, о котором говорит обещание, и Бог его исполнил. Пророк Исаия говорит о том, что будет радость. И радость будет великая радость. Далее Исаия описывает действия этого света. «Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться при тобою, как веселяться во время жатвы, как радуется при разделе добычи». Интересно, братья и сестры, он поминает два события, два момента, когда эта радость будет происходить. И это было понятно для людей, живущих в то время в Ветхом Завете. Первая радость связана с жатвой, праздником жатвы. И вторая радость связана при победе, когда делят добычу. Иаков говорит, 5 глава, 7 стих, о том, что земледелие всегда было трудным процессом, особенно в то время, когда не было возможности, не было техники, добыча хлеба, для того, чтобы хлеб появился на столе, было очень трудоемким, тяжелым, уморительным трудом для тех, кто трудится. Иаков говорит, вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Для израильского народа жатва была особым праздником радости. Помните, что Бог повелел, когда брал священник первый сноб, и он не просто, он потрясал его пред Господом, подчеркивая особую благодарность Богу. Каким образом жатва, о которой говорил пророк Исаия, и радость жатвы исполнилась в жизни Господа нашего Иисуса Христа? Мы уже отметили о том, что Он был светом, и этот свет просвещал эту тьму. Давайте посмотрим еще на одно очень важное событие, на судьбу одной женщины, которая находилась во тьме. Помните, 4 глава Евангелия Иоанна повествует нам о том, что Христос пришел и встретился у колодца Иакова в Самарии с одной женщиной, жизнь, которую все мы хорошо знаем, потому что Писание нам открывает. Мы можем с уверенностью сказать, что она находилась во тьме. Она боялась встречаться с людьми, она боялась выйти для того, чтобы даже воду взять в период зной, когда никто не выходил. И вот она встречается с тем, который пришел просветить тьму. И Христос начинает беседовать с нею, задает вопросы. Этот свет проникает в сердце этой женщины. И обратите внимание, что происходит. Она оставляет водонос, не боится, идет в город к людям, которые презирали ее, и задает ей вопрос. И вопрос, пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала? Не он ли Христос? Не он ли Христос? Возвращаются ученики. Обратите внимание, Христос начинает беседу с ним. Он обращается, и 35 стих 4 главы говорит нам так, слова Иисуса Христа. «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши, посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». 36 стих, обратите внимание, «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе, что, братья и сестры, радоваться будут». Братья и сестры, вот это исполнившееся пророчество пророка Исаия о том, что будут радоваться. Но это была особая духовная жатва, не физическая жатва, братья и сестры. Когда женщина пошла, то многие люди пришли слышать Господа. И когда мы читаем 29 стих, 39 стих, и многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там два дня. И еще большее число уверовали по его слову. Братья и сестры, жатва пришла в этот город. Сотни людей были пожиты, и пришла великая радость. Сколько таких моментов духовной жатвы, сколько моментов радости с того момента, когда Господь пришел и стал проповедовать Евангелие. Земля переживала. Братья и сестры, вы помните свое обращение. Вы помните вашу духовную жатву, когда сердце ваше, душа была пожитой для славы Господа. Он упоминает еще одно событие. Он говорит, что радость будет так, как при жатве и при разделе добычу. Что имел в виду Исаия? Практика того времени была понятна людям, когда победа совершалась, и брали эту добычу, и делили друг с другом. И люди радовались. Это была ихняя добыча, и люди радовались. Иисус Христос на Горной проповеди, 5 глава, 11-12 стих, говорит такие слова. «Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня». И 12 стих говорит, «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, и гнали пророков, бывших прежде вас». Вы знаете, история говорит о том, что первые христиане, казалось бы, кто проходил вот этот путь тернистый, люди думали, что они были самые несчастные люди, которые проиграли свою битву, которые были повержены в прах, их бросали на арену диким зверям, их сжигали на кострах инквизиции. Но мир не смог победить их. Это они были победителями. Это они были победителями. Потому что Христос говорит так, что всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия победа, победившая мир, это вера ваша. Братья и сестры, Бог дал нам победу. Бог дал великую победу в Господе Иисусе Христе. И только победившие в Иисусе Христе будут делить добычу вечной жизни и небесного Царства. Пророк Исаия говорит, что с рождением Иисуса Христа, с приходом Его на эту землю, земля будет озарена светом особым. Свет проникнет на эту землю в сердца людей. Сердца людей будут преображены от этого света, и они будут иметь особую радость. Но Он говорит еще об одном событии, об одном обещании. Он говорит об избавлении от ярма. Обратите внимание, когда Он говорит так это слово. «Ибо ярмо, тягощившее его, и жезл поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь его, как в день Мадиама». Обратите внимание, Он упоминает здесь несколько таких слов. Это ярмо, это жезл, это трость притеснителя. Все это является прообразом, и братья и сестры, духовного рабства, в котором находились все человечество. Грех, дьявол, имел неограниченную власть над людьми. Люди были пленены от этих, образно говоря, трость притеснителя, ярмо, которое было использовано для упряжки скота. Трость, которая палка, с помощью которой жестокие надсморщики били людей. И Он говорит, что они будут сокрушены. Но каким образом? Он упоминает одно удивительное событие. Ты сокрушишь, как в день Мадиама. Что это за событие? Почему Он берет это событие, победа Гедеона с большущей армией? Давайте очень кратенько вспомним эту историю. Помните, 120 тысяч магиитян собралось. А Бог позволил Гедеону, чтобы у него было только 300 человек. И эти 300 человек разделились на три группы. Каким образом могут победить? Что за оружие нужно для того, чтобы победить эту мощную армию? Интересно, дал повеление, у них должны быть трубы, у них должны быть кувшины, а в кувшине светильник. Вот это все оружие. И по особому сигналу, когда затрубили трубы, эти кувшины были разбиты и должны были воскликнуть, восклицать меч Господа и Гедеона. Можем себе представить, братья и сестры, 300 человек разделены на три группы против 120-тысячной армии. Но что-то было заявление в руках. Разбиты, держались светильники, звучали трубы и глаз. Меч Гедеона и Господа. Но Священное Писание говорит, что от этих слов, от этого звука, от этого состояния людей, 120-тысячное войско мадентян бросились в смятение, поражая друг друга. Была одержана величайшая победа. Братья и сестры, что это за победа, дана сегодня нам, детям Божьим? Трость, притеснителя, ярмо, жезл. Братья и сестры, мы одерживаем победу, когда открываем светильники нашей веры, когда мы провозглашаем Его Слово, братья и сестры, Слово Господа. Это тот меч духовный, против которого не устоит ни ярмо, ни жезл нашего притеснителя, потому что Иисус Христос сокрушил его величайшей победой на Голговском кресте и дал детям своим победу. Он упоминает, интересно, что 5 стих «Всякая обувь воина во время браги и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню». Бог одевает своих детей совершенно другую одежду, обувь воина. Одежда, обогренная кровью, братья и сестры, это символ ненависти, вражды, зла. Поэтому пророк говорит, они будут отданы на сожжение в пищу огню, потому что детям Божьим Бог дает новое совершенно снаряжение, дает особую власть, особые одежды. Когда мы читаем, Евангелие с Лука говорит, 4 глава 16 стиха, что Христос приходит в Назарет, где был воспитан. Он входит в обыкновение по-своему в день в субботник, в синагогу и стал читать. Обратите внимание, 16 стих, о чем он читает и дальше, если можно. И он читает, ему подали книгу пророка кого? Исаии. И он раскрывает книгу, нашел то место, где было написано, 18 стих, Дух Господний на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождением, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу. И последний, проповедовать ли это Господне благоприятное, братья и сестры, нужно ли какое-то другое оружие? Вот Господь, то, что Он сказал, что «Ты умножишь народ, увеличишь радость его, ибо ярмо, тяготивший его, и жест притеснителя, и трость притеснителя, ты сокрушишь его». Братья и сестры, должны мы быть благодарны Господу за то, что имеем свет, имеем радость, имеем избавление. И последнее, о чем говорит пророк Исаия в своем пророчестве, о том, что у него будет вечное владычество. Он говорит в 7 стихе, «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и о царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века». Ревность Господа Саваофа соделает это, когда Иисус Христос вышел на свое служение и проповедовал о том, что приблизилось Царство Божие. Братья и сестры, что это было за царство? Где границы начинались? А вот оно, внутрь вас есть. Там Царство Божие начинается. И он говорит о некоторых событиях, связанных с этим царством. Он говорит, что его владычество будет только возрастать. Мы читаем в книге Деяния апостолов, когда начали проповедовать, что Господь прилагал спасаемых к церкви. В другом месте мы читаем, что Слово Божие, оно росло. Мы вновь и вновь видим обращение трех тысяч, пять тысяч обращенных, и церковь растет. Царство его, пророк говорит, владычество будет возрастать. Он говорит, что царство будет царством мира. Оно будет основано не на сильной армии, не на сильной экономике. Оно будет основано и укрепляться судом и праведностью. Вот что является фундаментом, вот что является основой этого царства. И в подтверждении, что это будет, и ничто не может измениться, пророк заканчивает, ревность Господа Саваофа соделает это. Почему пророк Исаия проповедовал за 700 лет до рождения Христа? Это была величайшая надежда. Люди читали это слово. Люди ожидали это. Люди верили это. Просестры, слово, которое мы прочитали, оно исполнилось. Мы сегодня говорим о свет, который пришел в этот мир. Мы сегодня проповедуем о радости, которая будет людям. Мы сегодня возвещаем о том, что избавители есть и избавленные тоже есть. И мы сегодня проповедуем о Его вечном царстве, владычество, которое будет вечное. Мы сегодня, живущие на этой земле, мы ожидаем нашего Господа. Это дает нам надежду, дает нам радость, дает нам мир, дает особое утешение. То, что исполнилось, то, что было сказано, мы видим сегодня и об этом проповедуем. А то, что еще не исполнилось, но предсказано, это ожидает своего времени. Поэтому, братья и сестры, радость торжества, радость рождения Иисуса Христа, пусть она будет связана с вот этими важными четырьмя событиями, важными качествами, который так понятен для всех нас. Это свет, это радость, это избавление, это Его вечное владычество. Пусть Господь благословит нас, наших деток и нашу церковь. А в наших молитвах сегодня сейчас будет возможность склониться пред Господом и поблагодарить. Пусть эти молитвы будут краткие, но молитвы благодарные за то, что мы имеем в нашем Господе Иисусе Христе. Аминь. Помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!